Всем привет! У нас раннее утро, сколько, я не знаю, в 7 утра. Я делаю завтрак детям и одновременно Боря с собой еду. Что-то мы вчера все съели, ничего не осталось в Борике. Знаете, я хотела, во-первых, все раз вам сказать большое спасибо за все ваши отзывы на мои видео, мне очень приятно. И второе, что я хотела сказать, это то, что, честно говоря, когда я присмотрю свое видео, вы мне пишите, что у нас такая вся удивительная семья, но иногда мне кажется, что от моих видео может веет чем-то немножко идеалистическим. Я понимаю, что это совсем не идеал, просто потому что, знаете, когда видео снято очень качественно и очень красиво, как сказка, тогда, конечно, кажется, что это идеал. Но в моих видео этим вряд ли веет. Но тем не менее, просто я хотела сказать, чтобы вы не думали, что у меня какой-то идеал в жизни, что такое отнюдь и далеко нет. Но все, что я хочу делать и все, что я хочу передать вам как вдохновение, Глебушка поет, что я пытаюсь выжимать, точнее, мне кажется, я пытаюсь пытаться выжимать из каждого дня наибольше позитивных эмоций, как это где-нибудь украшать, будь то там чай пить и при свечах, я это сделала вовсе не для видео, а мы действительно все как-то чай и завтракаем, и обедаем, и ужин, почти всегда мы зажигаем свечи, ну, если они есть на столе. Ну, давай, у меня свечи закончились. Вот, просто я хотела сказать, что Глеб поет. Просто пытайтесь проживать каждый день по максимуму, я это делаю далеко не по максимуму, но я пытаюсь. Получать максимальное количество положительных эмоций, как-то украшать свой каждый день, приносить в него что-нибудь такое немножко праздничное, мне кажется, не нужно откладывать праздник на праздник, создавайте праздник каждый день, вот, вот, вот посыл моих видео. Да, напишите мне, что вы думаете, но я знаю, что многие мои подписчики именно так и делают. Девчонки, привет. Что-то хотела слушать еще вам сказать, подождите. Да, объявление. По поводу, помните, розеток и зарядок, это все ерунда, мне написали, что это все ерунда, и на самом деле, если она и потребляет какое-то количество энергии, да, вот, зарядки, без зарядного устройства, то она настолько минимальна, что это даже не ощущается в счетах за электричество. Так что, все нормально, сняли панику. Мой аутфит понравился мне, как вчера у меня выглядела вот эта ожерелье. Это, по-моему, альда. Альда. Кажется, да, это альда. Покажу вам его поближе. Очень мне нравится. Такое прям красивое. В общем, да. Ну да, как-то так. У меня тут джинсы мои обычные. Ну и там молотается что-то. Мы сейчас едем в Икею. Опять, короче, по домашним всяким делам. Икея, Хоумсенс и в продуктовый. Вот, посмотрим, что как. Ну да, все. Так, ну мы приехали в Икею. Сейчас ждем Фелю. Здесь она с 10 открывается, поэтому нам нужно подождать немного. Вот. И поедем сейчас. Видите, все закрыто. Здесь они делают кухню. Поэтому сейчас, наверное, будем завтракать здесь. папа глебушка на self check out и пытается что-то нам сканировать здесь просто закрыто давай молодец молодец в отлично супер вообще мы купили все очень приехали потом дома вам покажу но как там нормально все но поехали домой пока мы заправляем машину я решила ответить на парочку вопросов которые мне очень часто задают первое как я так похудела девочки все очень просто я не ем после шести раз в неделю и мы голодаем сутки то есть я ем всего шесть дней неделю из них все дни я не ем после 6 все я ничего больше не я не занимаюсь ни спортом ничем это я планирую пойти в зал уже когда мы из москвы вернемся вот и это единственное что дало результата но плюс еще мы сейчас не используем масло на самом деле мы много чего просто не едим об этом вы и так знаете и вот прибавилось собственно весом я стала ходить именно когда я добавила два вот этих пунктов не есть после шести голодания еженедельное плюс еще вопрос на который меня спрашивают по поводу того как спят мои дети вместе не вместе в отдельной комнате не отдельный как я к этому отношусь и что на эту тему думаю я думаю что нужно сделать так как удобно вам я в этом деле не эксперты не педагог и не психолог и вообще никто ну как я думаю я думаю что сделать так как удобно вам глеб спал со мной до полугода боря до полутора лет примерно полгода назад мы перевели вообще в отдельную комнату они спят вдвоем в каждой своей комнате в каждой своей кровати в отдельной комнате проблем у нас с этим никаких нет никто друг друга не будет принципе дети спят всю ночь подряд но всю ночь целиком и как бы наконец мы поняли что можно отдыхать полноценно ночью даже с детьми и третий вопрос который мне тоже очень часто задают это по поводу гв грудного вскармливания что я на эту тему думаю какой какой у меня опыт какие я могу дать советы девочки я не могу даже никаких советов потому что в этом деле вообще это вопрос не ко мне но я мое мнение к этому поменялось боря я кормила сама до полутора лет глеба до четырех месяцев так сложились обстоятельства что я по этому поводу думаю на самом деле у меня менялось представление но теперь я думаю абсолютно точно что нужно кормить только грудью и ничего не добавлять магазин в амброзию которую мне вы советовали вы мне советовали магазин амброзия вот мы в нее наконец приехали глеб к спит фене пошел в магазин не какие-то смс кстати хоть в общем да я начала говорить про белая вот и в общем в общем что я хотела сказать что да у меня были разные к этому отношения в целом я всегда считала что ничего лучше чем грудное вскармливание быть не может то есть как бы на эту тему я даже не дискутировала конечно у всех бывают проблемы у многих моих подруг точнее были какие-то там не неполадки с этим с самого начала и так далее тому подобное конечно же я ну скажем так в порядке успокоения говорил ну как тебе удобнее ля-ля-ля сама я сама я думала что конечно лучше грудной что может быть как бы лучше но тем не менее с глебом меня получилось так что я его 4 месяца всего кормила сама потом я перешла на смесь и если честно я очень об этом жале я считаю что я сделала очень большую глупость и на самом деле нет ничего лучше чем гв и даже все остальное собственно так и называется искусственных скарм искусственная смесь потому что все искусственно и я просто категорически против нее я считаю что я считаю что нужно сделать все возможное чтобы наладить грудное вскармливание такова моя позиция сегодня если когда-нибудь у меня будет третий ребенок это будет только грудное вскармливание но так же вопрос о третьем ребенке и третьей девочки нет я не хочу больше детей вот такой вот ответ на мой вопрос да вот так вот бывают да разные ситуации иногда врачи говорят что надо докармливать но мне кажется этим врачам можно руки оторвать и настоящий врач им никогда не скажет что надо докармливать ребенка такова моя позиция если вы думаете по-другому мне не обязательно мне об этом писать потому что это мое мнение меня его спрашивали я его сказала все мы с мужем пытаемся приучить себя не брать пластиковые пакеты в магазинах потому что их скопилось у нас такое огромное количество и как бы вообще ну и потом сами знаете с ними ничего не сделаешь они засоряют окружающую среду и вла вла что мы у нас есть просто такие сумочки я вам потом покажу мы их используем вот мы пытаемся приучить себя брать всегда в магазин именно эти сумочки многоразовые чем пакеты но честно говоря у нас не всегда выходит шаглевушка разбираешь покупки а что за желтые штуки такие а это пульки а ты хочешь ягодки ну хорошо пойдем сейчас я тебе дам так вот собственно эта сумочка еще свиньи пэга сейчас покажу вам покупки в икее так давайте смотреть что мы купили в общем после долгих мотарств мы решили взять свою ванну вот так вот ёршик для унитаза за 1 доллар из икеи в общем потому что короче пусть будет дальше мы купили постельное белье может быть я вам рассказывала не знаю я так долго избавлялась от всякого своего хламного и застиранного постельного белья так что в итоге мы переехали в этот дом у нас всего одно постельное белье вот я предпочитаю иметь два или три но не больше в общем взяли вот такой вот честно говоря на картинке оно ну ничего особенного не выглядит но оно очень классно смотрится потом вот я вам покажу когда мы его постелим оно такое как будто бы льняное красивое белье как я сказала мужу нас явно тянет на бежево-серый гамму также мы взяли вот так покажу вот такую вот скатерть она из льна как будто на это коттон но это наверное все таки как лен сделано сейчас я посмотрю состав нет лен 51% и немножко коттон хлопка идет вот на когда вот приходят гости мы этот стол раскладываем и в общем мне нужна была какая-то скатерть и в общем мы взяли вот такую вот льняную ну как видите очень похожий и раз уж нас тянет на этот цвет мы взяли еще вот такие вот свечки со вкусом ну судя по всему какого-то яблочного штруделя я знаю что я говорила что свечи из икеи это парафин так и есть ничего тут как бы я вам нового не открою но мы их взяли поставить в ванную тупо для запаха может быть очень редко так как вы представляете что саму ванну принимать да мы будем не знаю там раз в два или два раза в год но может быть тогда и зажжем эти свечки ну короче говоря на самом деле просто чисто декоративно и чтоб запах был потом я вам сейчас это все покажу как это будет выглядеть дальше мы купили два вот таких вот крючка ну знаете эти классические крючки языки вот такой ну они два одинаковых один в гостевую в гостевой туалет вешать полотенце я хотела такое кольцо но я знала точно какое я хочу кольцо короче говоря я когда его видела оказалось что он не такой классный как я думала я решила обойтись просто крючками темными а один как я говорила в лондоре чтобы вешать когда я вложу вешалки сюда и собственно то ради чего мы изначально поехали но как бы на самом деле все это нам тоже было нужно это стояло у нас в списках как бы купить ну вот как бы да но собственно то что нас подвигло все таки ехать в Икею потому что поехать в ближайшую Икею это нам надо 60 километров потратить 30 до 30 обратно короче да что тут у нас крючки да крючки для для этого для карниза потому что мы до сих пор не повесили свою штору сейчас вот будем ее довешивать у нас оказался бракованный такой крючок один в общем да так что надеюсь вот такие вот покупки у нас из Икеи кстати кто меня просил могу вам показать организацию вот этот длинный клозит который называется здесь хранится в общем здесь храним всякие свои запасы здесь обычно хранят всякие полотенца вот моя это скатерть это моя старая потому что я ее выброшу сейчас когда у нас выходные нам придут гости как раз родственники приедут видите я оставила эту этикетку потому что если вдруг она не подойдет я очень сомневаюсь ну по размеру должна подойти но мало ли срок не подойдет то я ее верну поэтому я оставила здесь этикетку на всех случаях оставила старую свою скатерть которую Если это подойдет и все окей, я просто и выброшу Вот здесь у меня Еще какие-то варианты Это все маленькие такие скатерки на каждый день Которыми, кстати, мало пользуюсь Здесь у меня лежат свечки Чтобы было удобно брать из всех комнат Это вот у меня такие кольца для Вот этих вот салфеток Тут всякие полотенца кухонные В общем, это у меня отделение такое кухонное Это отделение с постельным бельем Это постельное белье Глеба Это постельное белье Бори Это наше взрослое постельное белье Все полотенца, которые у нас есть Не в использовании Потому что в использовании есть полотенца И там одно стирается То есть вот то, что еще осталось И здесь это отделение у нас для гостей Здесь одеяло, полотенца два Две подушки И там просто лежит сумочка Кстати, а что у нас здесь? Деды, ее можно использовать тоже в магазин Вниз отнесу Ну, в общем, да, такой вот у нас Никакой особой организации нет Просто показываю вам Это вот рядом с нашей спальней Ну, это я вам покажу Вот этот вот Ну, как бы, мне кажется, он особо на себя не отвлекает внимание Можно как-то вот так вот убрать Но, во всяком случае, его не очень заметно Он не бросается в глаза Ну, и вот так вот тут как-то выглядит На нашей ванной Мне кажется, все равно очень мило Я сначала хотела взять вообще-то такой, знаете, их набор По-моему, из пяти свечей белых Но подумала, что, наверное, эти будут приятнее смотреться Не знаю Посмотрим Мне кажется, ничего так, ничего На видео они вообще у вас теряются Но в жизни так ничего смотрится, хорошо Собой горды Она, ну вот она, смотрите, какая Вот Просто такая белая тюль На все окно На обычные киевские вот эти вот Как они называются Карниз, который у нас с того дома еще остался Ну, мы довольны То, что мы хотели Простенькое, ничего особенного Вот Ничего не видно, кроме того дома Давайте я немного расскажу о нашем сегодняшнем обеде Итак, я планирую сделать салат Такой летний салат с киноа Вот у меня с киноа холодное стоит В него войдет перчик, огурчик, зеленый лучок Помидоров Много Ой, что-то у меня какой-то помидор здесь мягкий И красный лук Это все Можно что-то добавить, допустим, в тушеных баклажан Но у меня их нет, поэтому вот И также я запеку наше любимое блюдо Ну, короче, не охотно сегодня готовить Картошку сладкую И к ней сделаю соус гукамоль Точнее, он у меня уже есть готовый Вот Все, что нам нужно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы едим веганское мороженое Выглядит как обычное эскимо Очень вкусное Теперь тишина Тихо А ты что-то в фартуке сидишь Те? Угу Я так провела Еду Это буду снять Мне нравится его цвет А потом, если вдруг я буду есть, что-то упадет Пусть падает на фартук У меня бусты тоже Я такая домохозяйка из фильма Какая-то отчаянная домохозяйка Такая вся Хо-хо Тебе вкусно? А что ты ешь один шоколад? Что ты говоришь, что я быстрее ем? Я до половины глины Ничего не знаю Хо-хо Хо-хо